Завершился приём заявок на третий поток программы «Подготовка управленческих кадров Муравьёв-Амурский-2030». На программу заявились жители из всех 89 российских регионов, включая и новые территории. Общее количество заявок – 4586. От Хабаровского края на участие в программе претендуют 194 человека. Регион вошёл в число субъектов-лидеров по количеству регистраций. Предстоит серьёзный отбор с конкурсом «80 человек на место». «Будем предлагать усилия, чтобы программа продолжала развиваться, привлекая самых достойных и вооружая их знаниями для участия в одном из самых интересных управленческих проектов современности развития Дальнего Востока», отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава Совета наставников программы «Муравьёв-Амурский-2030» Алексей Чекунков. Кандидатов ждёт дистанционный этап отбора, включающий запись видеовизитки и тестирование на платформе программы. По его итогам выберут около 200 участников на прохождение очной оценки. Всего на программу поступит 65 курсантов. Поступивших ждёт годовая образовательная программа с полным погружением в работу государственных структур и регионов Дальневосточного федерального округа. Работа будет направлена на получение как фундаментальных знаний в сфере госуправления, истории и востоковедения, так и прикладных инструментов в решениях государственных задач. Напомним, что программа «Муравьёв-Амурский-2030» реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики при поддержке Минвостокразвития Российской Федерации и с экспертным сопровождением Школы управления Сколково, ДВФУ и ИСА-МГУ. В 2022 году был организован первый отбор. Выпускники первого потока уже работают на ответственных должностях в дальневосточных регионах. Сейчас обучение на программе проходит 49 курсантов второго потока.